Приветствую дорогого зрителя на своем канале, с вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Сегодня я хочу вам рассказать полностью про выгонки от и до. И досмотрите ролик до конца, будет мой ответ по поводу вопросов, ваших вопросов. Сегодня у нас 17 февраля. Я, кто смотрел прежде, когда я их ставил на укоренение, на охлаждение, я говорил, что я высаживаю их заранее, чтобы кому нужно будет, чтобы за мной шли поэтапно. Вы должны были высадить первых числах декабря. То есть декабрь, январь, февраль, они у нас доходят до такого вот состояния. У меня они переросли, я их держал в подвале дольше. Хотел до 8 марта дотянуть, мне интересно было, получится ли, потому что я раньше на полмесяца высаживал. Ну, как видим, сегодня середина февраля. Так бы, если бы я высадил первых числа декабря, я бы их поднял в конце февраля. И к 8 марта они бы у меня уже выдали загадки. То есть были бы уже соцветия, выходили бы. Ну, их и так, вам видно, они еще зеленые. Были бы соцветия, и как бы загадка такая была. То есть подарим загадочный цветок, ну, неизвестного окраса. Итак, 1 декабря, скажем, мы луковицы, обработав в растворе Максим, я в Максиме обрабатывал, просушиваем и тут же обсушиваем, тут же их высаживаем в грунт с применением дренажа. В грунт я, у меня покупной цветочный универсальный, в грунт я добавлял вермикулит, можно перлит добавлять. Вермикулит и перлит способствуют влагоудержанию и воздухообмену. После чего я помещал под окно в зимний холодильник, кто знает, в хрущевках. Ну, в общем, температура была, темнота и температура, сразу после посадки, под донцами полил немного, темнота и охлаждение. То есть температура у меня была градусов 10, примерно, в плюсе. Это нужно было для укоренения. Корни выдаются очень быстро и выталкивают тем самым луковицы. Для этого я их садил ниже уровня горшка. Потом я их подправлял, подсыпал грунт, еще дополнительно, ну, выпрямлял, чтобы они были ровные. Вот сейчас они более-менее ровные. И я унес их в подвал, где температура была, то есть через неделю, где-то после посадки, в прошлом году я через две недели уносил, где температура была 0, плюс 3, где-то так. Мы для них создали условия ближе к естественным, к природным. То есть высаживаем, укореняются при плюсовой температуре и потом на охлаждение. И далее они у меня в общей сложности после посадки, от посадки до сегодняшнего числа, они у меня находились в подвале в темноте. И они вытянулись, видите, выросли в смысле. Мы должны были их додержать, чтобы листва было сантиметров около 5-3-5 сантиметров. И тогда поднимать наверх. Я немного передержал. В общем, три месяца они находятся на охлаждении. Мы их сейчас поднимаем. Я поднял у них в прихожей, полдня постояли. Взяли комнатную температуру. Мы их полили. Я вот так по краешку поливал. Эти горшки еще удобные, можно поливать под кромки, проводить отсюда. Ну, я не привык и как бы поливал сверху, по краю. И теперь мы их устанавливаем на подоконник. Можно, для того, у меня был вопрос, чтобы листва было не длиннее, чем цветонос. Но тут уже, наверное, так получится. Но я потом еще обзоры сниму. Для того, чтобы цветонос вытягивался, можно поставить на пол под подоконником. Тени как бы будет. И цветонос будет сильнее вытягиваться. Так как у нас дома находится кот, хозяин квартиры. Мы ставим, притеняем вот так. Я показываю, потому что они высокие, я приподниму. Притеняем немного листву. Фонверка и картонка можно. Кто-то мне писал, что можно одевать пакеты. Я этого не делаю. Ну, бумажные, свето-непроницаемые. Я ставлю фонерку, либо картонку, либо кусок арголита. И они у меня так стоят. Когда выпускаются цветоносы, я вижу это, я ее просто убираю. Сейчас еще несколько дней, листва будет более яркого окраса. И мы увидим цветоносы. Я сниму обзор. Потом. После того, как киоцинты отцветут, цветоносы убираем, листва остается. Производим подкормки. Я произвожу подкормки радуга, либо идеал. В ней есть все полезные элементы. Соответственно, там табличка. По-моему, две крышечки на литр воды для казневых. И одна на литр воды для опрыскивания. Но это для других растений, для других цветов. Я и подкормил и розы, и тюльпаны, и гладиолусы, и другие цветочные культуры. Также и хризантемы. Потом, когда листва полностью завянет, пожелтеет, мы удаляем листву, обрезаем, оставляем небольшие пеньки, выкапываем, удаляем корни, подсушиваем. И я убираю вот в такие мешочки. Это я видео про гладиолусы, сейчас буду снимать. Можно вот в такие листочки, в эти мешочки. Это у меня они дышат. Есть такие же из укровного материала, сшитые. Это от смесителей упаковки. Я занимался ремонтами квартир, и мешки себе оставлял. Ну, для инструмента, для чего они пригодятся. Вот, пригодились для вот этих дел. И они у нас лежат, я клал на их немного, на кухонный шкаф, сверху. То есть, в тепле и в темноте они там находятся. Можно ли выгонять повторно? Я пробовал, у меня выгонялись. Но, зацветали раньше на целый месяц. То есть, я даже видел, у меня есть. Посмотрите, плейлист выгонки луковичных. Там все-все мои ролики на протяжении, наверное, трех лет. Я совсем старые буду удалять, где я снимал с самого первого фотоаппарата. Там и качество не очень, и очень длинные ролики. И я эти ролики буду удалять. А которые того года, этого года я оставлю. Там еще тюльпаны были. Выгонки. И, в общем, после чего, я повторюсь, можно выгонять. И зацветают. Они у меня зацветали через два месяца. Был эксперимент. То есть, посажены новые луковицы и посажены, назовем, в БУ. И они на месяц раньше зацветали. Ну, уже были такие более скудные. Скудные более цветения. Ну, в общем-то, вроде бы, как все рассказал. И, как мне недавно написала женщина, буквально вчера, по-моему, в комментарии, у меня есть к вам много вопросов. И написала огромный список. Я ей также ответил. И, знаете, когда смотришь, и непонятно, человек прочитал комментарии или не прочитал. Я очень часто это замечаю. У меня к вам просьба. На главной канала есть ссылки на мои группы. И я внизу напишу ссылочки на группы в Одноклассниках, группы ВКонтакте. Не стесняйтесь, пишите. А если вы мне в личку напишите, то будет еще даже лучше. Потому как в личке я вижу с телефоном на работе сообщение. Если что-то очень такое срочное. Ну, вопросы возникают разные. Даже бывало просили найти какого-нибудь садовода, которого даже я не знал до того самого дня. И есть некоторые связи, через которые я смогу быстро это все сделать. На этом заканчиваю свой ролик. Смотрите весь плейлист. И все мои видео разложены по отдельным плейлистам. Хоризонтемы, астры, гладиоусы и пионы. И я еще создам плейлист по антуриумам. Потому как накопились уже ролики. И думаю, будет это интересно зайти и полностью все посмотреть. Я не так давно стал заниматься на видео, в смысле размножением. До этого без видео. Самые первые антуриумы наши, это естественно, видео мы не снимали. С черенков делали. Как лучше их укоренить, на каком субстрате. И через 10 дней там уже такой хороший результат. Еще мне подписчица одна просила провести эксперимент по антуриумам. По поводу на субстрате для орхидеи сделать. Я сегодня приобрел горшок, приобрел субстрат. И позже сниму об этом видео. Желательно, конечно, сделать все это сразу, чтобы было с результатом. Но в общем, поживем увидим. На этом все, я прощаюсь ненадолго. Обращайте внимание всегда в описании под видео. Всегда там ссылочки на мои группы, на мой инстаграм. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok